И зачастую ему сходят много вещей с рук, но при этом, при всем, он показывал хорошие результаты. Посмотрим, что сейчас покажет. Мне интересны персонажи все-таки, потому что мало чего знаю о Кедзо. Мне тоже. Все идет к Хидден Пику. Он все-таки Токеда, вот что мне интересно. Токеда, но неизвестная вариация. А он замылил вариацию. Возможно, это будет Ронин. Наконец, я увижу Ронина. Ну, я так соскучился. Я слышал только рассказы про этого Ронина, и никто не играет. Это Лэшер. Лэшер в Америке. Был недавно на турнире, да, один. Я сказал, что это такое вообще, что за удары, что за приемки. Я так уже не привык его видеть. Пока нам показывает Кедзо чудеса Футсиса. Просто наглый прыжок на вейке от Сакрона. Hard knockdown сетапы. И ручка, которая не угадывает. Командный бросок Кедзо. Еще раз. Нет. Посмотрим, что придумает Кедзо. Отпрыгивает назад и возвращается с этой Сальто. Еще раз. Он его использует прям как в прессинге. А если не угадает? Ничего. Ему за это не будет, потому что он не наказуем. Смотрим, два метра, во что это превращается. В 27%. Хорошая ли эта штука на реверсале? То есть нижний, получается, перебивает армор. Ну, его можно перебить. Еще один реверсал. Ох, какие комбы. До конца делает, конечно, 25. Это не предел, где-то он ошибся. Я хотел, кстати, поговорить... Какая же далекая, прости, Цепина. Да, конечно. Хотел поговорить по поводу Сакрона, по поводу того, что если он действительно что-то не знает, у него будут быть большие проблемы. И сейчас вы видите, что так и происходит. Он сейчас пытается добить непосредственно персонажем. Отлично прочитано. И если бы сконфернил... Если бы сконфернил и не продолжил это в Кунай, было бы, конечно, раньше еще победа. Однако Кюдзо... 2-0 в первой же игре. Я только что расхваливал Сакрона, что легко не будет. Но 2-0. 2-0. И каждый раз было преимущество такое в половину жизни. Да, да. Прямо видно, что Сакрон просто не знает, что делать против Лэшера. Это значит только увидеть... Боже, Лэшер, кто им вообще играет? Что это за дерьмо? У Сакрона какие еще персонажи есть, кроме сейчас Ковбоя? Вот из персонажей Сакрона кем можно контрить Токеду? Ну, у Лэшера конкретно можно контрить и Эрен Блэком. То есть, нормально. Надо привыкнуть немножко. Да, да. Само собой. Просто... Успеет ли привыкнуть? У нас, естественно, счет идет до трех побед. Время есть, но не так его много. Не меняются персонажи. И первый метр получается. Сейчас Сакрон на прыжке. Сакрон угадывает реверсал. И это будет большая очень комба. Ай, может, не такая большая. Нормально. За метр, там, сколько тридцать. Плюс еще пять. Метра нет. Можно кидать семки. Но он этого не делает. Просто пытается дальше миксапить. И как умудряется выпрыгнуть Кюдзе из этого фреймтрапа? У него второй раз получается эта нога, которая ни к чему, походу, не ведет. Морби, конечно, дальше не получает продолжение. Но выглядит очень странно. Так просто... Ну, нога в прыжке у него такая, как будто он пытается пнуть. Типа, отойди от меня подальше. Да, как видели, у него очень большой лайфлитос Сакрон был в первом раунде. Тут же надо что-то думать. Не продолжает. Ни во что. Ай-яй-яй. Если бы не интерактабл. И вот он как раз опять нижний. Опять не продолжает до конца. Мы уже видели, что он может. Но... Не всегда будет получаться, видимо. Вот этот длинный удар у него, который холостом. ДФ-1, если я не ошибаюсь. Он комбится с этими цепями. И цепи сейфовые на блоке на таком расстоянии. Ты ничего не можешь делать. Как видите, он опять это комбит. Урон небольшой, но раздражает. Огромная дистанция, которую покрывает. Как раз таки это ДФ-1. Так, если Сакрон сейчас... Шикарный Нормал. Вот я хочу отметить все-таки у Лешера. Успеет наказать. Нет. А, есть все-таки метр. И очень интересно, чем же закончится. Союз последний Гарполин. Ну как же можно было не прочитать этот слайд. Наверное, самое, наверное, что очевидное было. Такое количество жизни, что, по-моему, даже через блок бы его, наверное, убило. Да, я не знаю конкретно, что Сакрон мог в этом реально... В этот раз предложить, кроме слайда. Кроме слайда и нечего. Да, да. Нечего и нечего. Ну и слайд, может быть. Нету ни одного спешла, который бы воздух законтрил или другой. То есть на таком расстоянии мог только быть слайд. И то, что сейчас Кьюзо не догадался, что именно им он будет вставать, конечно, для него фатально оказалось. Да, можно было просто сделать neutral jump punch и увидеть, как Сакрон прям под тобой окажется. Такой, привет, Сакрон. Ладно, один-один. Друг другу кучу всего напрощали. И это Ронин! Йес! Праздник к нам приходит, друзья. Да, он к нам придет, только если Сакрон даст ему вообще возможность атаковать. Потому что он сейчас положил его. У него есть бар. Он может делать все свои стапы. Я не понял. Только начался игра, а уже больше половины не было у Кьюзо. Либо я что-то пропустил, пока радовался. Два раза не угадал, потому что Сакрон... Не доделывает, хотя очень здорово выдал дамбу. Так. Гиммики от Кьюзо очень хорошо работают. Не доделывает. Пока, конечно, очень нечисто играет. Много выходов на комбо, но которые он не реализует. Да, согласен с тобой. Видно, что техническая реализация у него не очень хорошая. Отлично прочитанная бомба. Комба тут будет не очень большая, потому что нету метра. Махает своими палками. Машет, Коля, машет. Машет, машет палками. Простите, пожалуйста. Глупый русский парень. И опять тридцатка с этого меча. В этот раз без метра. Просто бросок? С метром. С метром бросок. И вот, кстати, он даже не попытался после этого начать какой-то прейсинг. Да. Сакрон попал в неприятное положение. Потому что... И все-таки он смог ворваться туда. Если бы Кьюзо использовал другую серию, которая быстрее. Как раз, которая есть у Ронина. Он смог бы выбить этот армор. Но Кьюзо решил по-другому. Ну... Мне кажется, то, что сейчас Кьюзо играет на Ронине, это некая реклама скоро выходящего фильма. Не будем говорить какого. Но лазерные мечи говорят за нас. Да. Может быть, отдает дань. Некий такой фанат. Нужен большой лазерный меч. Да. Лэшер у меня был более симпатичный. Я очень хотел, чтобы на Ронине не поиграли. Но Лэшер выглядел более стабильным. Ну, понимаешь, Лэшер больше сыграл как вау-эффект. То есть, ты увидел персонажа, который... Но... Кто это вообще такой? Что ты, Лэшер? Что это за персонаж? А Ронина... Я знаю, что Сакронный, как минимум, играл с Ронином довольно-таки много. Поэтому... И Ронин его не удивит. Кроме того, Кьюзо по техническому исполнению действительно сейчас страдает. Он очень много упускает возможностей. И фактически, что даже если у Эрона есть метр, он не может вылезти из пейсинга Ронина. Настолько сетапы его хороши. Как и остается на Ронине интересный после напрыжки. Вот, наконец-то у него появляется метр. Ну да, чтобы сделать эти сетапы. Будет ли выпрыгивать Сакрон? Нет, не будет. Что это было? Это было второй раз уже. После напрыганной ножки он делает это колесо. И сейфово приземляется. Мистер Эрон Блайт догоняет его серию. По-моему, он попытался еще раз это сделать, но... Был пойман воздух. Нетру метро у Кьюзо. Хорошо прочитанный бэкдэш и реверсал, за который он терпит поражение в этом раунде. Яблоки между ними ровно посередине. Туда тянется. А, ну там точно бочка с яблоками. Я просто б сказал бочка. А вот я, знаешь, там яблоки. Здорово. Так, прессит. Ох, блочит лоу-бомбу Кьюзо, как неприятно-то. Мне кажется, очень много раз он заблочил именно лоу-бомбу. Чаще, наверное, именно бросок ожидает. Я не знаю почему. Так, это будет смерть или нет? Последний шанс. Ну нет, отлеживается, отлеживается. Всю комбу отлежал. И 3-1 или 3-0? 3-1, да. Лэшером же до этого удивил. Да, Лэшером один разок удивил. Ну, Кьюзо, поздравляем. Ты все равно вошел в историю у нас ESL, как игрок пробившийся в топ-8. Может быть, для тебя это не самое крутое достижение?